Пятый канал представляет Покажи им там Удачи Ах, вот как Они, значит, ранимые А бьют нас Ира, дай сумку, господи боже Да вы посмотрите Вы посмотрите на нее, Ирочка Ира, успокойся Успокойся, зайка моя, успокойся Да и на вас у права найдется Сатрапы КОНЕЦ КОНЕЦ Ну что я так понимаю, погибший Местный фермер Сожительница его паспорт дала Кто ж его так Волки здесь вроде не водятся Якутов Макар Денисович, 45 лет Родом из Брянска Последние три года И лес прочесывает КОНЕЦ КОНЕЦ Вот следы Ты думаешь, собаки тут тусуются? Думаю, да Только мы их видим и спугнули Вон, смотри Костей понатащили Конечно, спугнули Не часто в лес такая делегация приходит Милые пёсики Кому пёсики, а кому беда Это в индюках Дикие Такие вполне могли Якутова Затерроризировать До смерти Скажите, а почему службу от лова не вызвали? Они так вас всех и перекусают Своих они не трогают А чужаки нам безнадобность Ну, про своих бы я поспорил, Юля Я смотрю, у вас не только собаки дикие Еще и индики имеются Галина Николаевна, смерть наступила вчера около девяти вечера Раны на лице и теле содержат слюну как минимум трех собак Точное количество скажу позже Я еще не все образцы изучил Рядом с телом были следы собак А причина смерти? Черепно-мозговая травма Он мог получить ее при падении? Однозначно нет Отверстия в черепе квадратной формы Скорее всего, его ударили молотком Да и раны от укусов собак Все посмертные Значит, убийство Просто какое-то тайное общество Диких индюков Андрей Мы тебе сейчас пришлем пару фотографий интересных Посмотри Да это подростки балуются Ну Это-то снимай Жители деревни на контакт не идут И вообще чужаков не жалуют Возможно, у них есть на это причины Мы подняли информацию о деревне Там такие страсти кипяты за дороги Что за дорога? Месяц назад федеральная власть приняла решение о строительстве трассы через Индюки Дорога пройдет через жилые дома и прилегающие к ним участки В частности, через участок сожительницы Якутова Варвары Балюковой Насколько я помню, в случае изъятия земель под федеральные нужды выплачивается компенсация Да Только у него там все налажено Такое крепкое фермерское хозяйство Там семь домов идет под снос И не похоже, что хозяева довольны такой перспективой Они уже все инстанции жалобами закидали Все это, конечно, очень интересно Но нам нужна конкретика Для начала выясните Были ли серьезные конфликты в ходе протестов? Это ж надо было Так протереть рабочее место Ни одного отпечатка Да, а вы как хотели? Чтобы жир на солнце блестел? Это, пожалуйста, в другое место У меня все чисто Я бы сказал, даже стерильно Хотя, если подумать Отпечатки нам не сильно помогут Пальцы-то упокойно Того? Скушали? А вот зубная щетка Макар Денисовича Она бы пригодилась Принесите, пожалуйста Пожалуйста Варвара Дмитриевна Так говорите Не состоял, Макар Денисович В рядах индюков? Он тихий был Спокойный А это хулиганы Ну вы же сами знаете Как иногда серьезные семейные люди Вступают на тропу войны Давайте-ка, чтобы Отбросить все сомнения Почерк сравним Так он вроде Не писал ничего Это ж его тетрадочка? А, да Да, тетрадочка его, да Плакаты диких индюков Рисовал не Якутов Между прочим Якутов вел бухгалтерию Фирмы Балюковой Довольно-таки детально Грамотно Интересно Как это соточность Своей профессии Тракториста А никак Вот это как раз и странно Кстати, я нашел конкретику Которую Рогозин требовала Знакомься Глеб Егоров Геодезист Работает в фирме Надел 2021 Это та контора Которая проектирует дорогу Через индюки? Она самая Вчера утром Егоров написал заявление в полицию Кто-то разбил его Гирот и Аголит Дорогая вещь Триста тысяч рублей Я связался с Наделом Они Егоров в тот же вечер уволили И деньги собираются взыскать по суду Думаешь, это Якутов разбил? Не знаю, но если Егоров заподозрил А то и уличил Якутова В порчатой Адолита То мог за такое убить Но оно понятно Работу потерял Деньги потерял Про моральный ущерб вообще молчу Он мог А потом диких собак приманить Чтоб тело утилизировать Судя по данным телефона Глеб Егоров сейчас находится Недалеко от своего дома В лесу около деревни Индюки Найден труп Тело опознают Как местного фермера Макара Якутова Его лицо и руки Объедены собаками В убийстве Подозревают геодезиста Глеба Егорова В день убийства Кто-то разбил его Теодолит За порчу Теодолита Егорова уволили И собираются взыскать с него По суду Стоимость прибора Да на кой ляду Мне нужно убивать его На вашей одежде Обнаружена собачья шерсть Ну так это Меня в Индюках Собаками травили Кто именно? Черлидерша ихняя Дробышева Почему Черлидерша? Да потому что Она больше всех орет Бегает там Тихое место Вон обещали мне рожу Начистить Собаками травили Кормиться разбили А ты одолеть-то Кто разбил? Да если б я видел Твою мать! Слышь, ты! Я сейчас Теодолит Шею сломаю Идюк Кастрированный Собачья шерсть На одежде Егорова Принадит бультерьером Но эти собаки Не прикасались к телу Якутова Да и наконец-то падает Да, Галина Николаевна? А что с алиби Егорова? Телефон Егорова На момент убийства Находился в офисе на дело Начальство его слова подтверждает Значит, прямых улик нет Надо обязательно разобраться С партизанами из индюков И выяснить, кто там у них Самый главный Альфа-Индюк Без шуток Эти люди совершают Противоправные действия На их счету Как минимум Порчат чужого имущества А может, то и похуже? Если убитый был Как-то связан с ними То они могут скрывать Важные детали Об обстоятельствах убийства И начать надо С этой Дробышевой Уважаемая комиссия Разрешите внести ясность Я живу в доме Который достался мне От моего отца Моему папе Он достался от его отца И я надеялась Что когда-нибудь Передам его своим детям Хотя кому я это рассказываю? Вам ведь плевать, верно? А растения? Какие здесь редкие растения? Редкие, краснокнижные Вы хотите их уничтожить, да? А что вы будете делать с фермерами? Которые своим потом и кровью Унавозили эти земли? Уводите За что? Да За что, дорогие? Ребята, ну что вы делаете? Перестаньте, ну Похоже, Дробышева Есть тот самый Альфа Глав Индюк Или, выражаясь, казенно-неформальный Лидер протеста А теперь посмотри Вторую часть Индюковского балета Боже мой, Ирочка Ирочка, курку давай Ирочка, ну что же это делается? Да господи Ирина Яковлевна К вам гости Пошли Пошли Скорите, пожалуйста Здрасте Вань, что-то я не понял Дробышева была за страдельцу в дороге? За Но по другому маршруту А, это чтобы администрация Не могла запретить пикет Ага Креативная женщина Ну, так Бывшая актриса А зачем же вы Ирина Яковлевна Своих собачек На геодезиста натравили? Человек все-таки При исполнении Мои малыши И команды-то Такой не знают Фас Фу Фу, кому сказала Они сами Собаки все чувствуют У кого душа черная Кость, ну что Удалось вам С дикими собаками Познакомиться? Да, бог миловал Тут У Дробышевы Насмотрелись Все нормально Вот, кстати А ее собак Нам нужны Образцы их шерсти Нет, я В пасть к собаке Лезть больше не буду Ни я, ни Юля Я лучше С красивой женщиной Поговорил Это Дробышева красивая? А вы вообще туда пришли? Я вам сейчас фото пришлю Три дня назад сниму Всю жизнь Я этой деревне посвятила Думала Здесь меня и похоронят И вдруг говорят Отдавай землю Это произвол А вы Собачек На этих поводках Выгуливаете? Да А что? Давайте-ка пройдет К нам ФС Ирина Яковлевна Вот заключение По медосмотру Дробышева Никто ее не избивал Гематомы с садины Отсутствуют Съемный Зубной протез Поставленный Пять лет назад Без повреждений Да она просто Мария искусница В каком смысле? Ну ловкая Махнула рукавом Лебедь поплыли По-моему Ты с Василисой Премудрой путаешь Зачем вы имитировали побои? Ну как же А журналистам-то За что ухватиться? Станут они О нас живых И невредимых писать Голубчики Ну что же вы делаете? Отпустите мои руки Что вы беззащитную Хрупкую девушку Как террориста тащите Вынуждена отдать вам должное Вы мастер провокаций Может вы еще и Якутова убили Ради сенсации? Помилуйте, зачем? Ну Пока будет идти расследование Строительство дороги Точно не начнется? Ну уж нет Гений и злодейство Вещи, как известно Несовместные Под гением Очевидно Вы подразумеваете себя А знаете что? Напишите ко мне эту фразу Плакаты от имени Диких индюков Точно писала не она Тогда кто? Галина Николаевна Нужно проводить обыски У всех заинтересованных В переносе дороги Да их не так много Всего семь домов Продолжение следует... ... ... Продолжение следует... А нам колеса, что ли, спустили? Или проткнули? Партизаны, недолобленные... Юрка! А что случилось? Нет, нет, видите, натянули леску, я споткнулся там. Значит так, у нас один дом остался? Давай ты туда, а я по улице пройдусь. Пора этих партизан уже прищучить. Ну, пойдемте. Сюда. Вот так, хорошо. Поддерж peut-то. Вижу. Вижу. Продолжение следует... В лесу около деревни Индюки найден убитым фермер Макар Якутов. Его лицо и руки объедены собаками. В день убийства в деревне кто-то развесил плакаты с угрозами в адрес чужаков. Плакаты написаны от имени Диких Индюков, под подозрением несколько местных жителей. Вот, зараза, к деньгам. Что мы вообще знаем об убитом? Фактов немного, но они дают повод для размышлений. Любовь к любовью, но уж как-то совсем внезапно Якутов осел в Индюках. Думаете, скрывался от кого-то? Ну, после переезда номер телефона сменил. Перестал пользоваться дебетовой картой, а там, между прочим, 50 тысяч рублей лежало. Действительно странно. Может, и правда какая-то история из брянского прошлого Якутова? Займитесь. Юлька, ты в порядке? Познакомилась, наконец. Мать, честно, с партизанами, что ли? С дикими собаками. Че ты, Юля? Ну, что ты? Болит? А? Чем воняет? Да это биологическая атака была. Если Якутов искрывался, то точно не от закона. Я десять раз все перепроверил. Чист, как бумага для принтера. Ну да, десять лет водил трактор в совхозе Новый день, потом еще двенадцать лет в частном фермерском хозяйстве под Брянском. А в Индюках он вроде на тракторе не работал? Вот именно. С чего это вдруг Якутов перевез в подсобный рабочий? Может, что со здоровьем там? За двадцать два года мог и подрастрястись. А, точно. У меня же какая-то там профболечка. Вибрационная болезнь. Ну, тогда все логично. Хотя, дай-ка мне результаты вскрытия. Поймал. Слушай, ну, тут нет ничего про вибрационную болезнь. И, кстати, фотографий Якутова, Индюковского периода тоже нет. Но это странно. Человек три года там живет и ни разу не сфотографировался. Какие будут предложения? Скорее, у меня намерение. Надо провести реконструкцию лица убитого по методу Герасимова. Сейчас сброшу вам две физиономии, а вы угадайте, кто это. Ну, первый это Якутов. Второй тоже похож. Только с похмелья. Сейчас я их совмещу для наглядности. А можно окно как-нибудь открыть? Да. Нет-нет, так не похож. Кто это? Это реконструкция убитого по черепу в Индюках. Ну, не похож совсем. Машину заведи, тогда окно и откроется. Вот именно. Мы, конечно, подстраховались и запросили медкарту Якутова из Брянска. Якутову аппендикс вырезали, а у наших покойников он на месте. Это не Якутов. Варвара Дмитриевна, мы знаем, что ваш сожитель выдавал себя за Якутова. И полагаем, что за это настоящий Якутов мог его убить. Так как на самом деле звали вашего Макара? Назар. Рассказывайте. Ну, в деревне он появился лет пять назад. У нас как раз старушка одна умерла. Он в ее доме поселился. Ну, а мне как раз работники нужны были. И вы его наняли, не зная, что за человек? Почему не знаю? Сразу видно, человек хороший. Месяца не прошло у нас. Любовь случилась. Жены, значит, нет. Детей тоже нет. Здоров. Не пьешь. Слушай, так какой же в тебе подвох, а? Это я сейчас не пью. Ну и слава богу. Накуролесил, чего попьяни. Деньги с работы пропил. Хорошие мужики, они на дороге не валяются. А прошлое, что же, оно у всех есть. А как получилось, что ваш Назар стал Макаром Якутовым? Якутов этот у меня работал. Мужик дурной, пьющий. Баню спалил у меня. Ну, я документы его забрала и говорю, что пока не вернешь деньги, я тебе не отдам паспорт. Я так понимаю, за документом он не вернулся. Ну, может, ему без надобности. Может, новый выправил. А я по его паспорту к себе Назарушку прописала. Так он и стал Макаром. Я проверил, судимых Назаров в области всего три. Но все они жилы. Ну, конечно, имя вымышленное, просто в бегах человек. Настоящего Якутова он вообще мог убить. Или они. Наверняка сожительниц тоже при делах. Молодец. Только Рогозин еще днем эту версию озвучивала. Наши весь участок Балюкова и с ультразвуковым сканером проверили. Нет там ничего? Конечно, нет. Закапывать труп в индюках вообще плохая идея. Там бродячие собаки. Его в первый же день эксгумируют. Ты как узнал про тело в бетоне? Для начала я поднял все документы по строительству в индюках. Частные дома я исключил сразу. Осталась бетонная площадка у колодца. Я позволил администрацию. Они сказали, что ее залили по инициативе Балюковой. Мало того, Балюкова бесплатно для этого бригаду пригнала. В нижней трети позвоночника явные признаки вибрационной болезни. Диски истончены и деформированы. Плюс деминерализация костной ткани. Фиксирующая пластина для уфтехандроза? Да, на ключице. В карте Якутова отмечено. Причина смерти? Сложная сочетанная травма. Скелет буквально расплющен. Как будто по нему грузовик проехался. А ты знал, что Балюкова дважды вдова? Первый муж утонул в проруби, второй угорел в бане. Муж с какой? Слушай дальше, это только начало. Якутов живет у нее и тоже погибает. Но он вроде и не был мужем. Он мог быть любовником. Еще наш неизвестный, который называл себя Назаром и был ее сожителем. Четыре мужика из загружения Балюковой отправились на тот свет. Я думаю, она черная вдова. Самка богомола, пожирающая своих самцов. На одном алкаше обожглась и тут же за другого выскочила. Водка их обоих изгубила. И Макар по пьяни погиб. Что именно с ним произошло? На колесо трактора намотала. Почему в полицию не сообщили? Ну так он же у меня неофициально работал. Ну я побоялась разборок всяких там, что да как да почему. Ну, судя по характеру травм Якутова, она говорит правду. А если это правда Назар? Маловероятно, конечно, но... Можем попробовать поискать среди всех Назаров нашу реконструкцию лица. Галина Николаевна, нашла я работяк, которые работали на Балюкову вместе с Якутовым. Говорят, что все так и было. Навокался и под трактор упал. Полюбуйся, Назар Шариков, бухгалтер из Малиновска. Похож. Я же говорил, я от кого он скрывался. Хороший вопрос. В розыске не числится, служебных денег не пропивал. Да там и не те обороты. Это Назар Игоревич Шариков. Вы знали, что он унаследовал от матери дом в Малиновске? Нет, он не говорил. Три года назад Шариков продал дом гражданину Читайкину. Деньги получил наличными. Он из деревни никуда не отлучался. И денег никаких не получал. Это ерунда какая-то. Ну да, я сначала снимал дом у Шарикова. Потом он предложил купить. Я согласился. А вы не знаете, почему он вдруг решил продать дом? Я без понятия. Я его после этого и не видел больше. Саша, а можно взглянуть на договор купли-продажи? Субтитры сделал DimaTorzok Подпись Шарикова на договоре поддельная Да, чудеса какие-то получаются Откуда на договоре купли-продажи и отпечатки пальцев Фатеева Руслан Николаевич Я не знаю Вы у него спросите Я думаю, Фатеев за спиной Шарикова обтяпал сделку с его домом А потом устранил хозяина Только где его искать, телефон отключен, дома его нет Фатеев Руслан Николаевич, инвалид второй группы Оформлена социальная карта за номером Стоп Кажется, я знаю, как его найти Так, сегодня утром Фатеев воспользуется своей социальной картой В 11.35 он сел в автобус номер 42К За одну остановку от конечной Значит, выйти могу только на конечной, сделай покрупнее Замороженная стройка Граждане понятые, обращаю ваше внимание Обнаружен молоток со следами органики бурого цвета Предположительно, кровь Кровь на молотке Шарикова Я думаю, что Фатеев его убил, а потом понял, что не сможет с этим жить Да ничего он не понял Смотри Высота потолка в бытовке, где нашли Фатеева 5,2 Минус длина веревки до петли 2,8 Минус рост Фатеева Метр 69 Получается 7 сантиметров А высота ящика, с которой он якобы прыгнул Всего 50 Это убийство Концентрация алкоголя в крови Фатеева 4,5 промилле Скорее всего, он даже не почувствовал, как его увешали Остался только один человек, не заинтересованный в том, чтобы всплыли подробности продажи дома Шарикова Трофим Арсенович, давайте с вами пройдем один несложный психологический тест А давайте я домой пойду Испытуемый уклоняется от прохождения теста, намереваясь скрыть факты криминального характера Да что за детский сад Давайте, тестируйте, что делать-то Прошу вас расположить в порядке убывания важности лично для вас следующие слова Индивидуальность, юмор, креативность Плакаты, развешанные в деревне Индюки, рисовали вы На вашей обуви следы ДНК жителей деревни Индюки Ну и в чем вы меня обвиняете? Месяц назад в деревне перевернулась осенизационная цистерна И остатки отходов попали на ваши ботинки Ну если вляпаться в дерьмо, это статья Умоляйте, сажайте При медосмотре у вас выявлены первичные признаки заражения дерматомикозом Дерма... Это из-за того, что я наступил? Что-то опасное? Не беспокойтесь, это лишай, который вы подцепили от диких собак в деревне Индюки Ну лишай я мог подцепить где угодно У меня иммунитет слабый Я думаю, мы сможем доказать, что заразились вы именно в бандюках и именно от диких собак Далина Николаевна, докладываю Облаву на диких собак мы закончили Спасибо ребятам из службы от лова очень помогли Так что без жертв обошлось, ну почти В общем, у всех собачьих взяли анализы, отправляем их в приют На перевоспитание... Юля, нам тут местное какое-то передали Задоставлено, так сказать, неудобство В общем, Дробышева сказала, что никто ее не бил Партизаны поняли, что произошла ошибка И обещали больше людей в погонах не обижать Вот тут список три Человека чистосердечное признание Ну что, будем дела заводить? Конечно будем А вот это вернуть придется Не понял Это заключение экспертов, ознакомьтесь Грибок на вашей коже идентичен грибку, которым поражена собачья стая в деревне Индюки Респект Может еще и расскажите, при каких обстоятельствах я заразился Вы приманивали диких собак к телу убитого вами Шарикова Фатеева тоже убили вы В его желудке самогон идентичный напитку, который изготавливаете вы у себя дома А кроме того Не надо Я осознаю тяжесть и вину, раскаиваюсь и готов признаться добровольно в содеянном Назар! Назар! К тебе дядя учестковый пришел Твою ж мать Назар! Вставай! Я тебе сколько говорю, прекращай бухать! Слушай, не губи, а? Ну не губи Говорил, завязывай бухать с уголовниками Не губи, не губи Не губи Он сам первый начал Он первый нож достал Уж не знаю, как я его Ты же знаешь меня Спаси, а? Храница есть где? Лохин этот Которого Шариков Пришел Злобный был мужик Бесполезный Его только Назар и привечал Одноклассники Если бы Шарикова стали искать То сразу бы нашли А я не готов был садиться За соучастие Я Ночью тело закопал А как вы стали Собственником дома Шарикова? Ну мы тогда С женой в общаге жили Я решил Чего добро пропадать Переехали Обжились Комнауку и оплатил По его паспорту Ну Потом меня Попросили из органов За нанесение побоев Подозреваемого? Ну так-то я вообще И под суд мог пойти Все что накопил На ипотеку Пришлось отдать этому Ханурику Чтоб заявление отозвал И вы решили получить Право собственности на дом Ну Фатеев этот Нашарикова Слегка смахивал Я его отмыл Привез к нотариусу Оформили сделку В деревне Индюкек С новой силой Разгорелся конфликт Между чиновниками И местными жителями Протестующими против Предстоящего строительства Федеральной трассы Да и на вас Управо найдется Сатрапы Слушай, не губи, а Ну не губи Да и на вас Управо найдется Сатрапы Я смотрю, там Заваруха начинается Думаю, сейчас загребут Этого дебила Разберутся, что он да кто И плакал мой домик А ты одолит, вы разбили? Да И плакаты эти я намалевал Надо было накалить обстановку Трофим Трофим Привет Че там случилось? Здорово Да Там за тобой никого нет Слушай, братан Там подвижки по твоему делу По моему делу? Тихо ты Ну как же так? Все нормально же было Тихо говорю Смотри, там никого нет Ну где там кто? Потом вы привели стаю собак К телу Шарикова Мяском их приманил Ну чтоб Ни лица, ни отпечатков Я вам все как на духу рассказываю Чистуху оформите? Оформим Но сомневаюсь я, что это смягчит наказание Честность следовало проявить гораздо раньше Пятый канал представляет Видела? А я ноготочки выложила Да Я машину сфоткала И мастеру показала Она один в один цвет подобрала Евдокия Биркина Заместитель главы города Дрынова по образованию До назначения на этот ответственный пост Не работало ни дня Ульяна Анисимова Заместитель главы по благоустройству Опыта предыдущей работы ноль А это сексапильная особа Жанна Рамкова Заместитель главы города по культуре Тоже без опыта работы Наша первоочерная задача Сделать наш город Благоустроенным и удобным Для наших земляков Для этого мы должны приложить все силы Вы должны быть креативны Прекрасно устроился глава Дрынова Демит Скалолазов Завел себе сераль с гуриями Прямо в администрации Давай так Чтобы и ноги в кадр вошли и кодекс Леша, ты вообще различаешь Где деловая фотосессия А где трэш дешевый Чего на полу гадость всякая валяется Точно лишнее в кадр не попадет Точно Точно лишнее в кадр не попадет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лицо у меня сделай задумчивое, а не как будто я в туалет хочу. Здравствуйте. Ну, здрасте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фест какую-то прислали. А ничего, что я прокурорскую форму заказывала. Я не знаю, что там заказывали, но мы приехали, чтобы... И я просила прислать двух брутальных парней. Ты можешь быть свободна. А ты подходишь. Спецуху только сними, какая-то она стрёмная. Евдокия Федоровна, у нас постановление обыскать помещение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это ещё зачем? Поступил сигнал, что в студии находится труп. Ну, вы же видите, мы тут все живы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, как видите, не все. Красивые. Угу. Между прочим, не какая-то там завезда пентаграмма. Евдокия Биркина заместитель главы города Дрынов по культуре. Студия оформлена на её тётку. Но тётка живёт в Барнауле, а в Дрынове она никогда не была. Ну, слушай, госслужащим же нельзя заниматься бизнесом. А студия сдавалась в аренду по часам. Я нашёл объявление в интернете. Ну, что Биркина фактическая владельца, это как раз понятно. Неясно, зачем она труп в студии держала. Ну, возможно, планировала избавиться после фотосессии. Ну, видимо, не ожидала, что уборщица зайдёт мусор убрать и займёт реквизит. А уборщица, кстати, большая любительница криминальных сериалов. Поэтому не подала вида, когда обнаружила труп, а позвонила в полицию. Этого человека я первый раз вижу. Ну, допустим. Ну, как же так получилось, что вы не заметили труп? Я образ создавала, а не по углам шарилась. Долго создавали? В семи утра. Помещение покидали? На обед? На перекур? Нет. Я думаю, этот мужик был здесь, когда мы пришли. И как же он, по вашему мнению, тут оказался? Подкинули. Когда ты во главе занимаешь высокую должность, некоторых это плющит. Таня, я смотрел замок и дверь, не похоже, чтобы их взламывали. Извините, а можно вы и без меня тут закончите? Мне ещё главе служебку писать о состоянии школьного инвентаря. Вы когда фотосессию весь рабочий день проводили, о школах не очень беспокоились. Таня, в карманах пусто. Значит, вам придётся проехать с нами. День как-то город без вас прожил, и ещё один обойдётся. Прекрасно устроился глава Дрынова, Демит Скалолазов. Завёл себе сираль с гуриями прямо в администрации. Вот такие вещи выкладывают в подслушанных, Дрынов. Ну, не знаю, я бы не стал доверять подобным источникам. Сегодня нам скажут, что глава завёл сираль, а завтра, что Дрынов управляет трёхглавый дракон. Согласен. Нужно проверить. Да. В биографиях на сайте администрации ни слова о предыдущей работе. Похоже, всё правда. Глава и впрямь завёл гарем. Вот интересно, а Евнахи у него есть? А мне вот интересно, кто автор ролика. Удар по имиджу главы он нанёс ощутимой. Да и красавица вряд ли. Благодарны ему за такой пиар. Ну что, видео выложили с анонимного айпишника. Валя, ну что? Массивная кровопотеря, рассечена печёночная артевия. Вероятно, использовали нож. Время смерти около 12 часов ночи. Крови в студии почти не было. Видимо, его убили в другом месте. Ни ДНК, ни отпечатки по базам не проходят. И по фотографии личность вряд ли удастся установить. Да, я видел этот ролик про Сираль. Автору не откажешь. Фантазии грязной. И всё-таки по какому принципу вы набрали заместителей? Ромкова, Биркина и Анисимова подали заявление на вакантные места. Я их рассмотрел. Ищёл претенденток достойными. Достойными места в Сирале? И всё-таки, если не секрет, вы рассматривали только внешние данные? Или, может быть, ещё готовность оказывать дополнительные услуги? Я вас умоляю. Когда я избрался, жители предлагали переименовать Дрынов в Дрянск. От слова дрянь, что ли? То есть, так всё плохо было? Да. Идёшь по улице и напиться хочется. Или ударить кого. Пришли девушки. Молодые, энергичные. Да, красивые. Но теперь и город под стать им. Скажите, пожалуйста, вы встречались с автором ролика? Зачем? Ну, хотя бы за тем, чтобы объяснить свою позицию. Ведь город действительно стал уютным. Автора я не знаю. Да и никогда с ним дискутировать. К конкурсу готовимся. Название – самый благоустроенный город в районе. Дел не в проворот. Да. Да, хорошо. Достаточно. В городе Дрынов в фотостудии обнаруживают труп мужчины. Студия принадлежит заместителю главы города Евдокии Биркиной. В городском паблике ФЭС находит репортаж о Сирале главы города. По мнению автора, заместители главы Евдокия Биркина, Жанна Ромкова и Ульяна Анисимова являются любовницами мэра. Мэр всё отрицает. Благодарю. Я, знаете ли, целыми днями на работе, никогда ноготочки в порядок привести. Я так и подумал. Федеральная экспертная служба, капитан Данилов. Дверку прикройте. Садитесь, пожалуйста, капитан. Ульяна Петровна, вы же знакомы с автором репортажа Сирале главы города? Я, знаете ли, избегаю знакомств с подонками. Да вы не стесняйтесь. Любые вопросы. Я к вашим услугам. Так это вопросу больше нет? Плесень охамевшая. Что прости? Показушница. А, показушница эта Ромкова. Так её Биркина в переписке с подругой называет. Ага. Ну а что ты хочешь? В Сирале всегда конкуренция. Странно, что Биркина Анисимова и обидного прозвища не придумала. Придумала? А хамевшая плесень. Кстати, Биркина в переписке намекает, что Анисимова спала со всеми депутатами горсовета. Да ладно. Там же 38 человек. Сколько из них мужчины? 38. Спасибо. А Ромкова не в курсе, кто выложил репортаж. Ага. А что, только задумчивый. Слушай, Тать, как ты думаешь, есть у меня что-нибудь такое, такая, ну, с первого взгляда красивая девушка могла бы на меня запасть? Степа, ты хороший парень. А девушки, они обычно западают на плохих. Биркина, Анисимова, Ромкова нигде официально не работали. Но при этом покупали элитное жилье и автомобили премиум класса. Но самое удивительное, что до появления в Дрынове они не вели аккаунт в соцсетях. Действительно странно. А программу распознавания лиц пробовали? Да. На чужих страницах они появляются достаточно часто. А, причем там сцены из светской жизни в обществе крупных бизнесменов. Трех бизнесменов, в чьем обществе появлялись наши красавицы, объединяет одно. Они финансировали клуб от Рада Книголюба, основанный неким Михаилом Файнмэмом. Пересечение Файнмэна и Скалолазова проверяли? Да, никаких прямых связей нет. Но накануне появления красавицы в Дрынове клубу перечислил 800 тысяч советник Скалолазова Валерий Шанцев. И этот Шанцев бывший сосед Файнмэна. Судя по данным телефона, они частенько созванивались и встречались. И? Мне ваш клуб Ульяна Анисимова рекомендовала. С точки зрения саморазвития и расширения горизонтов. Я полагаю, Ульяна Петровна пошутила. Пошутила. Книги, знаете ли, сейчас не в тренде. Вам будет скучно вдыхать книжную пыль в нашем унылом обществе. Я целые сутки вдыхала пыль плацкартного вагона, пока сюда добиралась. Милая, и все-таки я думаю, что вы нам не подходите. Почему? Взносы я платить готова. Вы думаете, я книги не люблю? Да я за них любого. Ну вот, проверьте меня. Хорошо. И значит, я называю писателя. Вы быстро, не заглядывая в телефон его произведение, готовы? Федор Достоевский. Идиот. Пантелеймон Романов. Без черемухи. Лаврентий Щепкин. Приходите, голубушка, через год. Ну, вы не готовы. Слушаю. Нет, это я тебя внимательно слушаю. Зачем ты прислала мне просроченную тёлку? Кого я прислала? Никого, а что? Мясо второй свежести, на которое никто из наших партнёров не взглянет без смеха. Я никого не присылала. Зараза! Это он обо мне? О ситуации. Ну, о тебе тоже говорил. Что говорил? Что ты хороший, а им нужны плохие. Ну, ведь нет писателя Лаврентия Щепкина. Есть Михаил, Андрей и Василий Щепкины. Вот урод. Понятно. Хорошо выглядишь? Спасибо. Ну, как прошло внедрение белой в отраду книголюба? Да никак. Провалилось. Да оно и к лучшему. Это почему же? Ну, теперь мы знаем, чем занимается Файнман. Он подыскивает красивых спутниц для богатых мужчин. Материал дела уже передали Смежникам. Ну, хорошо, что её не взяли. Она нам тут нужна. Я вот что думаю. Если автор репортажа узнал, что ключевые посты в городе занимают бывшие эскортницы, ведь тот из девушек мог его и убить. Ну, чтоб не болтал. Или убийцы шансов. Это же он всю эту кадровую аферу провернул. Ему тоже лишний шумих ни к чему. Красивый проект. Две ванны, холл, гардеробная. Вы никак строительство затеяли? Да что вы. Это так, beautiful dreams. Надоело снимать. Хочется свой шелтер иметь. Пока только на проект накопил. Ну, вы скромничайте. Судя по накладным, вы уже материалы закупили. И не на убежище, а на целый дворец. Ну, ты полюбуйся. Наших геев поддержи. Толерантность докажи. Приходи на гей-парад. Угу. Внизу читай. Акция согласована с главой города. Да вы в вашем дрынове очень весело живете здесь. Где вы взяли эту гадость? В смысле, где? В багажнике вашей машины. Там такого много. Черт, забыл выбросить. У нас после выборов их по всему городу разбросали. Я что увидел, собрал. Ну и коммунальщики тоже помогли. Так тут же написано. Акция одобрена мэром города. Так скалолазову нечего предъявить. Вот и лепит ему статус гомосексуалити. А я контраргументы выставил. Биркину, а не Семю Ромкову. Угу. То есть наняли на работу эскортницы, чтобы развеять миф о нетрадиционной ориентации главы города? Ну так лучше пусть говорят, что он гарем завел. Это ж как-то патриархальнее. Хотела вам показать наш новый образовательный проект. Называется «Минутка радости». Вот, посмотрите, там презентация небольшая. Зачем это здесь? Вопрос. Если это у вас в руках, то что тогда на мне? Проект отклонен. Извините, у меня сейчас видеоконференция с министерством. Вот это я понимаю. Облик и морали наш человек. Или Скалолазов действительно не по женской части. Судя по материалам, что я отсмотрел в собственном сервале, почему-то именно мэр исполнял роль Евнуха. Да это как? Ну, все три гурии пытались его соблазнить, а он отбивался. Ну, в кабинете Скалолазова постоянно ведется запись в целях безопасности. Ну, тогда все ясно. Он знал, что все пишется. Вот и отникился. Ну, не знаю. В совете у него одни мужики. Опять же, это тут… Ты, кстати, узнал, кто заказчик? Мэр Дрынова. Вот, я же не говорил. Маленькое уточнение. Бывший мэр Дрынова. Тимофей Игоревич Ямочкин. Тимофей Игоревич, это акт приемки, подписанный вами в типографии. А это договор с расклещиками. Вы что, собирались проводить в Дрынове гей-парат? А я что похож на это кого? А тогда объясните, зачем вам они понадобились? Ну, нужно же было как-то внимание привлечь к проблеме. Я взял ответственность на себя. Какой именно проблеме? Городом руководит гей. Да еще и любовника своего пришел. Вы говорите о мужчине, чье тело нашли в студии Биркиной. А вы знаете, кто он? Да наверняка хахали Скалолазовский. Имя не знаю. Вы рожу Скалолазова видели? Сладкий до тошноты. И не женат. Хотя тут точно не скажу. Муж замужем. За Валеркой Шанцова. Тот у него из кабинета не вылезает. Все это не доказательство. А вот вы будете привлечены к ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений. Я думаю, Ямочкина беспокоила не ориентация Скалолазова, а перспективы строительной компании, оформленной на жену. Видимо, старый мэр искал компромат на нового. Ничего не нашел. Вот и прицепился, что тот не женат. Собственно, я был женат, но развелся. Оказалось, я не могу иметь детей. Сочувствую. Любая девушка рано или поздно захочет иметь ребенка. А я ей этого дать не смогу. Ну, не жениться же в самом деле только ради того, чтобы заткнуть рот Ямочкину. Слушай, пытаюсь выяснить, на какие деньги Шансов дом строит. Мне его тоже интересно. Жилья у него своего не было. Средств на счетах тоже. К финансовым потокам Шансов доступа не имеет. Зато его протеже Биркина, Анисимова и Ромкова, по сути распоряжается частью городского бюджета. Думаешь, у него был свой интерес их продвигать? Ну, сам посуди. Шансов заплатил за них Файману 800 тысяч при зарплате в 60. Щедро? Щедро. Надо глянуть, как эти гурии бюджет расходуют. А у меня тут мысль появилась, как найти автора видео. Нужно поработать со схемой дорожного движения Дрынова. В фотостудии обнаружен труп неизвестного мужчины. Студия принадлежит заместителю главы города Дрынова Евдокии Биркиной. Биркина попала на работу в администрацию не совсем обычным образом. Советник главы города Валерий Шансов выкупил трех красивых девушек Биркину, Анисимову и Ромкову в элитном эскортагентстве. Все трое заняли ключевые посты в мэрии. Подозревают, что у Шансова был корыстный интерес. Ага, тут я смотрю, домик на пруду стоит, а птички нет. Сейчас я тебе перерасскажу. Что там? У них в Дрынове духовой оркестр. И Ромкова, которая по культуре, она оформила два состава оркестров. Один живой, второй мертвый. Это как у Гоголя, что ли, в мертвых душах? Угу, все до последнего скрипача. Еще у них в пруду живет лебедь. То есть жил. Так вот, Ромкову на его содержание выбило полтора миллиона в год. Тоже мертвый? Да, год как умер. Числят совет лечебницы, ну и денежки, соответственно, на содержание перечисляются. Материалы, которые, согласно смете, закупались до ремонта школ, вы заменили дешевыми аналогами. Через месяц после ремонта стены пошли трещинами. Какие материалы были, такие закупили. Чего вы от меня-то хотите? Я советую вам последовать примеру Ромковой. Да, Жанна Ивановна уже подписала чистосердечное признание. Жанка призналась? И поступила разумно. Ведь дальнейшая проверка наверняка покажет гораздо больше, чем мы можем предъявить вам сейчас. А Жанка сказала, что это Шансов нас заставил. Из показаний Ромковой следует, что вы платили ему долю. Ну да. А что нам еще оставалось? Например, работать честно. Ульяна Петровна, ну к вашей работе в Дрэнэве претензий нет. Наоборот, благодарность. Очень красиво вы здесь все устроили. Мне нравится моя работа. А как же так получилось, что Беркина и Ромкова воровали, а вы отказались? Валера, когда нас нанимал, так и сказал. В городе все решаю я. Не будете платить, уволю. В агентство возвращаться нам уже поздно было. Возраст-то пенсионный. От вас 5 лет это пенсия? Для элитного эскорта мы уже в 23 были слишком взрослыми. А шансов, почему он вас не уволил, грозился ведь? Так не смог. Димит Олегович, ну и доволен. Депутаты тоже. Ульяна Петровна, я читаю ваши переписки с депутатами. Они прям такие нежные. Да, я встречалась с некоторыми симпатичными депутатами. Со всеми депутатами. Даже с 77-летним Анастасом Красновым. Так вот, я встречалась с депутатами исключительно, чтобы деньги на благоустройство выделялись без проволочек. В общих чертах ваш метод понятен, вопросов пока нет. Ну, значит, хорошего отдыха и теплого моря. Автор репортажа о фирале мэра. Он жив? Как ты его нашел? С помощью схемы дорожного движения. У сквера, где Биркина хвасталась маникюрчиком, парковка по нечетным дням запрещена. А как ты узнал, когда снималось видео? По ногтям. Биркина делала маникюр первого числа. В тот день был выпасан штраф за неправильную парковку на имя Эдуарда Чехова. И где теперь этот Чехов? В Турции. На отдыхе. Не под протокол. Он признался в авторстве этого репортажа. Говорит, что репортаж ему заказал Ямочкин. Бывший мэр? Так он же наоборот пытался выставить Скалолазова в голубых фонах. Не прошла одна тема, и Ямочкин взялся за другую. Получается, мы до сих пор не знаем, кто наслежит в морге. Ну да, с этим проблемой. Я уже третий день мониторю списки пропавших. Пока все без толку. Тут привезли образцы по какому-то Юшкину. Возможно, это наш убитый. Сегодня утром подали в розыск Никифора Юшкина. Какой-то бухгалтер из Новобуровска. Отнеси, пожалуйста, ребятам в лабораторию. Хорошо. А почему только сегодня подали в розыск? У нас вроде бы труп не свежий. Юшкин отпросился на два дня, и его не искали. А сегодня он на работу не явился, и все заволновались. По приметам подходит. Итак, господа присяжные, что мы можем сказать об убитом бухгалтере Юшкине? Жил один. По отзывам коллег, тихий, отзывчивый человек. Дома ничего криминального нет. Протестую. Этот тихий, отзывчивый человек зачем-то наврал начальнику. Сказал, что навещал мать. Хотя мать его умерла уже два года как. А вместо этого Юшкин отключил телефон и поехал в Дрынов. Возможно, мой подзащитный имеет маленькие слабости. Кстати, насчет того, что имел Юшкин. На него зарегистрирован автомобиль. Машина? Машина – это ценный свидетель. Предоставьте мне ее на пару часов, и я выбью из нее показания. Разрешите доложить? В настоящий момент программа анализирует данные с камер слежения Дрынова. Последний раз машина Юшкина попала под камеру примерно за час до убийства. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть. Ну что, Андрюш, разговорил свидетеля? На редкость молчаливый попался экземпляр. В салоне никаких следов, кроме самого Юшкина. Вот разве что странно, он багажник хлоркой вымыл. Причем очень тщательно. Ну, стало быть, не очень ценный свидетель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Запираться бесполезно, дружок. Я не таких раскалывала. Мне однажды кухонный комбайн такую историю рассказал. Я две ночи не спал. Я не запугиваю. Просто предупреждаю. Галя, куда Андрей пропал? Я его уже часа два не видела. Занимается с машиной Юшкина. Уже до двигателя добрался. И останавливаться не собирается. Не удивлюсь, если он ее на атомы разложит. Янычар! 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 Нам, нам срочно нужен Янычар. А не многовато ли нам экзотики? Мне уже и сирали, вот так хватает. Янычар – это гаражный кооператив в Новобуровске. Юшкин там держал свою машину. У Юшкина нет гаража? Официально нет. Но на воздушном и на топливном фильтре я обнаружил его отпечатки пальцев. Значит, их обслуживание он проводил сам. Ну, а как ты понимаешь, техобслуживание на улице проводить несподручно. Так, подожди, допустим. Но почему ты решил, что именно в Янычаре? Я проанализировал наслоение грязи на кузове и сопоставил с картой пород Новобуровского и Дрынова. И составил его маршрут. Других гаражных кооперативов у него пути нет. Только Янычар, ну ты посмотри. Я отсюда вижу. Чем здесь воняет? Капитан. Нет. Таня, дай респиратор. Таня, дай респиратор. Таня, дай респиратор. В общем, в подвале оказалось 12 труп девушек от 20 до 25 лет. Сейчас вале работает, но там и без экспертизы видно следы пыток. А владелец гаража? Неужели он не знал, чем там его арендатор занимается? Владелец гаража – инвалид первой группы, лежачий. Так что Юшкин мог спокойно вытворить свои дела. Нужно изучить круг общения родственников погибших. Мотив мести нельзя исключать. Родственники погибших общались с телеграфией. Само собой, я их чат вскрыл. Ты так хвастаешься, как будто у нас полномочий нет, а ты хакерский подвиг совершил. Ну, в общем, они там динамику поисков обсуждали. Полгода назад объявился брат одной из жертв – Григорий Цеповяз. Он частный детектив. Начал свое собственное расследование. Другие родственники погибших все это дело финансировали. Неделю назад Цеповяз сообщил, что находится в шаге от поимки похитителя. Надо с ним пообщаться. Галина Николаевна, Цеповяз сейчас находится в больнице, в травматологии. Его на скорой привезли в день убийства. Возможно, Цеповяз нашел Юшкина, а в результате Юшкин мертв, а Цеповяз в больнице. Цеповяз попал в больницу утром, а Юшкин его убили ночью. Я и записи проверил, и с врачом поговорил. Не сходится. А что там за травма у него? Нос, сломан, челюсть, но в основном ребра. Я думаю, наши разберутся, говорят, какие-то хулиганы. Я вот вещь его прихватил. Что-то муть какая-то. Да, действительно, среди жертв Юшкина есть Ольга Цеповяз. Но Григорий Цеповяз ей не родственник, а просто однофамильец. Вот а жировые на курке Цеповяза пронежат близким родственникам погибших девушек. Ну, понятно все. Детектив хитро выделанный. Решил на своей фамилии сыграть бабок с улицем на чужом горе. Но в итоге отхватил по заслугам. Вот подонок, я бы ему сам нос сломал. Игорь, дай, пожалуйста, медицинские записи заместительной с главой Дрынова. Там есть кое-что об операциях Анисимова. Я хочу проверить. Держи. Ну вот, нашла. Анисимова родилась с врожденной синдоктилеей. Это когда пальцы срастаются? Именно. После рождения ей сделали операцию, у нее остались шрамы. Три года назад она делала операцию и удалила эти шрамы. Ну, а к нашему делу это какое имеет отношение? Возможно, имеет. Ты взгляни на пальцы убитых девушек. Юшкин всем жертвам делал такие надрезы. Вот на тех местах, где были шрамы у Анисимовой. Нужно будет аккуратно выяснить, что могло связывать Юшкина и Анисимову в прошлом. Ну, до того, как она шрамы украла. Угу. Так, вот, судя по данным телефона, Анисимова часто навещает пенсионерку Капитолину Хаустову. Анисимова у Хаустовой раньше была сиделкой. Ломала бабулю шейку бедра. Значит, по словам Хаустовой, Анисимова девочка хорошая. Готовилась к поступлению в институт. А Хаустова ей помогала. Пускала ее работать за свой компьютер. Ну, конечно, изъяли. Давай. До того, как Анисимова попала в эскорт. Она работала по той же специальности, только классом ниже. Офигеть. Получается, с самых низов себе дорогу в жизни про... Извини, ну и что? С компьютера Хаустова Анисимова выходила в чат, где проститутки обсуждают клиентов. Смотри, что она три года назад там рассказывала. Дай-ка, милая, я тебя рассмотрю. Свои. Это хорошо, когда не крашеные. В конторе твоей обещали, что будет красавица, а? Поскольку контора твоя не размещает портретов, пришлось поверить на слово. А я, знаешь ли, привык людям верить. Сам не обманываю. И того же жду я от других. А ведь это, милая, дефект. Уродство. Обещали красоту. За 50 баксов красота только в Лувре. По входному билету. Да нет, милая, это обман. За такое наказывают. Ну, Юшкин же. Описание до мелочей совпадает. А главное, адрес. Угу. Наверное, не смог ее забыть. Походу, он мучил ее, бывало, девушек, а представлял в этот момент Анисимову. Так, смотри, в ежедневнике у Анисимова написано проверить клумбу на углу Сакху и Ванцетти. Ну да, да. Отсюда до места убийства метров пятьсот, не больше. Держи. Тань, ты можешь на цветы не наступать? Человек старался, каждый вечер клумбы эти проверял. Этот нож мы нашли на клумбе недалеко от места убийства Юшкина. На нем кровь его жертв и ваши следы. Я думаю, Юшкин увидел репортаж о Сирале, узнал вас. Он приехал в Дрынов и вы его убили. Это была самозащита. Я не хотела. Все само получилось. Почему вы не сообщили в полицию? В суде пришлось бы рассказывать, как я с Юшкиным познакомилась и кем была. Я бы работу потеряла. Нашли бы другую. Я из поселка Нитраты. Там все серое и вонючее. Крысы бегают по улицам, алкаши валяются. Когда с детства это видишь, ты просто не веришь, что есть другая жизнь. Да, картина безрадостная. Все мальчишки из моего класса уже сидели. Девочки многие на трассу пошли. Я хотела, чтобы в Дрынове дети видели только красоту. Тогда они вырастут красивыми. Я понимаю. Я втянулась в работу. Что там раньше было, уже как-то неважно стало. Но однажды пошла посмотреть новую клумбу. Думала, больше не встречу этого садиста. Пластику сделал. Образование получила. В общем, перешла в высшую лигу. Но это не помогло. Вижу, помнишь меня? Пойдем в машину, милая. Пойдем, пойдем. Так надо. Покажи мне свои уродливые пальчики. Сейчас я тебя всю располосую. Будешь как твои пальчики. Не подходи у дырок. Я дотащила тело до машины и отвезла в студию. Машину потом помыла. Пленку сожгла. Зачем вы отнесли тело в студию Биркиной? С Дунькой у нас давно терки. Она у детей крысятничала. Студию, кстати, эту ей подрядчик подарил. Я так понимаю, это взятка? Угу. А по факту у нее там штаб был. Валерка там вечно пасся. Планы они всякие строили. Против меня и Демида Олеговича. Вы считаете, что Биркина могла вас как-то подставить? Зуб даю. Поэтому взяла студию в аренду на сутки. И копию ключа я сделала. Думала там камеру поставить. Но в итоге он мне для другого пригодился. Это приказы об увольнении. Демыч, ты не погорячился? Формально я обязан вас уволить. Вы все под следствием. А если без протокола, никого из вас я больше видеть не хочу. Единственное, о ком я буду жалеть, это Ульяна Петровна. Вот кого бы я снова взял, не задумываясь. Свободны. Пятый канал представляет Субтитры создавал DimaTorzok Я должен тебя остановить. Ты не должна в этом участвовать. Все на тебя пялятся. Ты не аппетитный кусок мяса, а личность. Первое место, это мой шанс. Поездка на Сейшелы. На одно лицо? Я могу стать лицом фирмы на ближайший год. А это рекламные контракты. И ты, Егор, меня не остановишь. Макияж мне весь размазал. Ты что вообще творишь? Субтитры создавал DimaTorzok Итак, от имени жюри разрешите объявить итоги нашего конкурса. Напоминаю, что конкурс проводится не только среди сотрудниц или дистрибьюторов фирмы. Любая достойная девушка имеет шанс получить корону. Итак, нашей победительницей и лицом фирмы Адама Фэктори на ближайший год становится... Кира Канецкая! Аплодисменты! Кира получает рекламный контракт и поездку на Сейшелы! А второе и третье место поделили Лидия Тайнова и Марина Польских. Они получают ценные призы от нашей фирмы и спонсоров, а также индивидуальные фотосессии. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 РотAR fr Ей плохо! Кто-нибудь вызовите скорую! Сойдите врача быстро! Сидите врача быстро! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шестая. Шесть трупов в зале. Медикам им оставалось только констатировать смерть. Никого из тех, кого проявили симптомы, спасти не удалось. Мы не будем сдавать наши телефоны. Нет. Так, граждане, 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 вы, пожалуйста, не волнуйтесь. Ничего с вашими приватными фото не случится. Телефоны вам обязательно вернут, но сейчас они нужны для следственных действий. Там может быть важная информация. Так что не волнуйтесь. Пожалуйста, проходите туда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, всю еду, напитки, бокалы, тарелки упаковываем и конфесс. Так, вы оператор. Вы снимали мероприятие. Мы вашу камеру изымаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я член жюри, директор по продвижению фирмы. Люди внезапно стали падать. Сначала победительницы конкурса, затем остальные. Ясно. Спасибо. Таня, умерла еще одна конкурсантка, Марина Польских. Среди жертв есть и родители Марина Польских, отец и мать. Сейчас погибла и глава нашей компании, Виктория Адамова. Я просто не могу в это поверить. Фирма Адамов Фальтери. Занимается производством косметики, ну, там, тени, туши, помада. Качественная косметика в среднем ценовом сегменте. Я в курсе. Обороты десятки миллионов. Владелица Виктория Адамова. Она среди жертв. Что по конкурсу? Конкурс проводится ежегодно. Сначала пользователи в интернете лайками выбирают шесть самых достальных девушек, а потом уже лучшую из них выбирают жюри. Победительница получает рекламный контракт от Адамов Фэктори. Ну, и куча призов. Среди жертв победительница и девушка, занявшая третье место. Парочка явно сексом занимались. Тайнова Лидия. Тоже конкурсантка. Второе место заняла. Да, один из членов жюри. Видимо, не просто голосовал. Но для первого места, увы, голосовалки не хватило. Тела можно к нам отправлять. Всего восемь жертв. Еще не всех привезли. Налицо массовое отравление ядом гепатотоксического и нефротоксического действия. Симптомы. Резкое снижение артериального давления. Цианоз. В глазах у всех петихиальное кровоизлияние. При попадании яда в организм происходит стремительное развитие паралича дыхательного центра. На первый взгляд, симптомы схожи с симптомами отравления бледной поганкой. Она сильнейший гепатотоксин. Но наступление смерти настолько стремительное, что, скорее всего, речь идет о синтетическом или концентрированном яде. Я сейчас пытаюсь выяснить источник попадания яда в организм. Возможно отравление едой или питьем? Ну, в желудках у погибших шампанское, закуски, подававшиеся на приеме. Но все остальные гости живы. И вот еще. Кира Конецкая. Победительница конкурса. Она же первая жертва. На плечах проступили гематомы. Кто-то держал ее за плечи и тряс незадолго до случившегося. А на кольце у нее я обнаружила кровь. Эксперсональство показало, что кровь мужская. Скорее всего, она кого-то ударила или поцарапала. КОНЕЦ Так, я сравнил кровь с кольца Киры Конецкой с образцами, взятыми на месте преступления. Есть впадение. Это ДНК официанта Егора Смоленского. Посмотрим. Судя по соцсетям Конецкая, она встречалась со Смоленским. Куча общих фотографий. Но, опять же, судя по ее аккаунту, сейчас у них охлаждение. Конецкая перестала и вешать совместные фото. А вместо этого дорогие машины, украшения и тому подобное. Дорогие машины – это не к Смоленскому. Он подрабатывает курьером, хватается за любую работу. И официантом. Кветеринка нанялся, видимо, чтобы попасть на этот прием. Ну, явно не случайно. Во время рекламного шоу косметической компании «Адамов Фэктори» от отравления погибает 8 человек, включая трех финалисток и главу компании Викторию Адамову. На руках победительницы конкурса Киры Конецкой обнаружены гематомы. На ее кольце – кровь ее бойфренда Егора Смоленского, работавшего официантом на мероприятии. Да, я был на приеме и поскандалил с Кирой. Кир, ты чего? Больно же? И вы решили отравить Конецку. У вас был доступ к еде, к напиткам. Что вы такое говорите? Я любил Киру и ни за что бы не причинил ей вреда. В напитках и в еде нет никакого яда. Все абсолютно доброкачественно. Ну, теперь вся надежда на Антонову. Я подтверждаю предварительное заключение. Смерть всех жертв наступила в результате паралича дыхательного центра с развитием токсичной гепатопатии и внутрисердечной блокады с фибрилляцией желудочков. Как я-то попал в организм жертв, выяснила? Да, он содержался в губной помаде. Наибольшая концентрация на губах Киры Конецкой, победительницы. На остальных поменьше, но тоже дозировка смертельная. Я поцеловал Киру перед награждением, ну, когда мы поссорились. Она еще заявила, что я размазал ей весь макияж. И ты, Егор, меня не остановишь! Макияж мне весь размазал! Ты что вообще творишь? Ну, раз Егор Смоленский не пострадал, значит, в момент поцелуя в помаде Конецкой яда не было. Да, он попал на ее губы позже. Возможно, когда она готовилась к выходу на сцену. Или, может быть, даже еще позже. Но ни в сумочке Конецкой, ни в гримерке помаду мы не видели. Да, вот это странно. Но чисто теоретически Конецкая могла взять помаду у кого-то еще. И этот кто-то забрал тюбик с помадой после того, как Конецкая подправила макияж. Нам повезло, что на мероприятии велась съемка. Попробуем восстановить хронологию события. Яд в помаде подействовал в первую очередь на Киру Конецкую. Ну да, она стала первой жертвой. Остальные жертвы погибли позже. Там яд, скорее всего, попал на них переносом через поцелуи. Конкурсантка Марина Польских поцеловала своих родителей и бойфрента Якова Юшина. А финалистка Лидия Тайнова занялась сексом с членом жюри. Это объясняет все смерти, кроме смерти владелец фирмы Виктории Адамовой. Ну, судя по видео с камеры, она вообще не пробежала с конкурсантком. Надо тщательно изучить записи с изъятых у гостей мобильных. Я изучила помаду двух жертв. Лидии Тайновой и Марины Польских. Ни в одной из них яда нет. Цвет идентичный этого сезона. Адамов. Матовый кирпич. Кире Конецкой кто-то дал такую же помаду подправить макияж. Но в этой помаде был яд. Ну, давай рассуждать логически. Если мотив устранить фаворитку конкурса, то это сделать могла любая из конкурсантов, которая таким образом решила, что она сможет повысить свои шансы на победу. Ядов в помаде остальных конкурсантов. Курсанток нет. Так, на каждом тюбике отпечатки и потожировые самих девушек. И никто из них не признался, что давал свою помаду кире Конецкой. Ну, если бы одна из них была убийцей, было бы странно. Если бы она не выбросила отравленную помаду и призналась. Слушай, а может мы вообще не туда копаем? Может это массовое отравление вообще ради отвлечения внимания и запутывания следствия? Может убить хотели? Вовсе не Конецкую. А кого? Ну, хотя бы эту Адамову, хозяйку фирмы. Мы же до сих пор не знаем, как именно она отравилась. Вот кто за ней наследует? Муж Аркадий Гомарцев. Кстати, он младшей супруги на 20 лет. Ничего себе. Отравление? У Вики была сильная аллергия на грибы. Она всегда тщательно следила за тем, чтобы не было грибов в меню и аллергенов. Я не понимаю, что могло пойти не так. Аркадий Филович, а почему вас не было на конкурсе? Увы, наш брак давным-давно превратился в формальность. У Вики начали появляться новые романы. Она стала заводить любовников. И вы так спокойно об этом говорите? Я состоятельный мужчина. Наш брак с Викой был просто идеальным. Я бы сказал, превосходным. Любовники приходили и уходили, а наш брак оставался. Что касается конкурса, то Вика знала, что я не ходок по всем этим тусовкам. Тань, в общем, алиби Аркадия Гомарца подтвердилось. Он действительно весь день был в ресторане. А это другой конец города. А значит, не мог отравить жену или подсунуть помаду с ядом конецкой. Во всяком случае, лично. Один из невинных романов Адамовой Яна зашел слишком далеко. Месяц назад она купила элитную квартиру, оформила ее на Платона Нессина, нового главу департамента разработки новых продуктов Адамов Фэктор. Подожди, это тот, который был главой жюри на конкурсе и объявлял результаты? Он самый. Адамова перекупила Нессину фирмы-конкурент полгода назад. Взгляни-ка, я нашел очень интересный фрагмент на видео с изъятого мобильного телефона одного из гостей. Нессин целует раздраженную Адамову. Самое время с ним побеседовать. Во время рекламного шоу косметической компании Адамов Фэктори от отравления погибает 8 человек, включая трех финалисток и главу компании Викторию Адамову. ФЭС выясняет, что семь жертв погибли от яда в губной помаде победительницы конкурса Киры Конецкой. Но со смертью Виктории Адамовой все не так очевидно. Да, у нас с Викой Роман. Она действительно купила мне квартиру. Нам квартиру. Мы практически жили вместе. Чем Виктория Алексеевна была рассержена на конкурсе? Ну, в общем, одна из конкурсанток поцеловала меня на глазах у Вики. Вика, понятное дело, закатила сцену. Я пытался ее как-то утешить. Кто именно вас поцеловал? Вот. Дианой, кажется, зовут. Да, Диана Хлебникова. У меня с этой девушкой ничего нет. Меня самого это потрясло. Ну, Несин вполне мог убить Адамову ради элитной квартиры. И за меньшую убивали. Ну, если бы Адамова улечила его в измене, вполне могла переписать квартиру на себя. У Несина с Адамовой ранее были бурные скандалы. Из-за ревности. Слушай, Несин талантливый химик. Он вполне мог синтезировать этот яд. Нашим стоит прокатиться к нему на рабочее место и навестить Диану Хлебникову. Если она поцеловала Несина действительно ни с того ни с сего, ну, хорошо бы прояснить причину столь внезапной любвеобильности. Угу. Галина Николаевна, провели обыск в офисе. Значит, выявили, что в компьютере Несина в почищенных файлах есть следы разработки и экспериментов по синтезу яда. И что важнее, антидота к яду. Угу. Добро. Так, ну образцы препаратов изъяли. Можно ехать к Диане Хлебниковой. Из найденных в офисе Несина образцов и формулы мне удалось выделить антидот к яду. Посмотрим? Угу. Наношу антидот на область рта мыши. Теперь яд. Вот. Мы жива и здорова. Что по антидоту можешь сказать? Немного. Что он недолго действует и быстро выводится из организма. Хлебникова нам ничего не расскажет. Троповозку вызывайте. В найденной у Дианы Хлебниковой помаде яд. Этим же тюбиком она накрасила себе кубы перед смертью. А помимо хлебниковских на тюбике имеются отпечатки и конецкой. Та самая помада убийца. А причина смерти? Проличие дыхательного центра. Никакого смысла вскровозь вены не было. Но это если Хлебникова знала про яд в помаде. А антидот? Судя по токсикологии, в крови имеются остаточные следы антидота. Но очень мало. Предотвратить действия яда он бы уже не смог. На ноутбуке предсмертная записка, признание в любви к Несину и нежелание жить после всего случившегося. на страничке Хлебниковой в соцсети куча фоток Несина с сердечками и смайликами. Хлебникова была дистрибьютором фирмы и, кстати, довольно-таки успешным. Она могла пересекаться с Несиным по работе. Граждане, понятые, ноутбук Дианы Хлебниковой изымается. Все отпечатки на ноутбуке принадлежат только Диане Хлебниковой. Итак, что мы имеем? На конкурсе Хлебникова поцеловала Несина, ее губы были накрашены ядовитой помадой. В ее крови был антидот. Поэтому она не пострадала. А Несин, заглаживая скандал, в свою очередь поцеловал отравленными губами Адамом. Ну, чего ты, любимая? Я вообще не понимаю, что на нее нашло. Да у нас ничего нет и быть не может. Я ее вижу в первый раз вообще. Клянусь. Смотри, у меня. Смотри, у меня. Я тубил Адамову, попав я на слизистую переносом от Хлебникова через Несина. Ну, это значит, что у самого Несина в организме был антидот, предохранивший его от смерти. Иначе у нас в морге было бы девять трупов. Десять. Девять. А, да-да-да-да. С учетом Хлебниковой. Есть. Да, поняла тебя. Спасибо. В крови Несина, как мы и предполагали, остаточные следы антидота. Но только я не понимаю. Несин, если он хотел убить Адамову, то он поцеловал бы ее сам, не через Хлебникову. Подменять помаду Хлебниковой, провоцировать конфликт для двойной передачи яда, это как-то слишком сложно. Да и главной гарантии никаких. Ну, у меня тут тоже все непросто. Это все указывает на инсценировку самоубийства. А Хлебникова, судя по развитию мускулов, она левша. Но отпечатки на бритве оставлены правой рукой. И разрезы явно нанесены правой. А время смерти? Около пяти часов назад, судя по температуре печени. Пять часов. Получается, во время убийства Хлебникова Несин был у нас на допросе. Неплохое алиби. У меня важная информация для полковника Рогозиной. Давайте суммируем все, что нам известно. Ну, убийца подсунул Хлебниковой отравленную помаду, сыграл на ее влюбленности и как-то убедил поцеловать Несина на конкурсе. Яд попал на губы Несина, а после того, как Несин поцеловал Адамову во время примирения, яд попал на губы Адамовой. Адамова умерла. Умерла. Убийца умудрился подменить тюбик помады еще раз и забрать у Хлебниковой помаду с ядом. Да, мы же проверяли. При первом допросе Хлебникова предоставила абсолютно безопасный тюбик. Да, но единственное, что он не учел убийца, это то, что Хлебникова одолжит свою помаду Кири Конецкой, ну, чтобы подправить макияж. У Мани приложу, куда моя помада запропастилась. Хорошо, что у всех девушек одинаковая. Это все-таки хит сезона. Ну, нужно выручать подругу. Возможно, Хлебникова догадалась, что ее использовали и стала вопросы задавать, поэтому и погибла. Или собралась заявить в полицию и погибла поэтому. Или стала шандажировать убийцу и погибла из жадности. Или же убийца собирался пустить ее в расход изначально, и Хлебникова бы погибла в любом случае. Тут мы уже вступаем на зыбкую почву предположений. В любом случае, понятно, что убийца имеет отношение к фирме Адамовой. Знает дистрибьюторов, и все внутренние расклады. А также имеет доступ к компьютеру и лаборатории Несина. Извините. Рогозина. Угу. Ясно. Несин просится на допрос. В общем, я посидел в камере и припомнил один случай. Как-то Вика рассказывала об истории создания фирмы Адамов Фэктори. Тридцать лет назад она основала фирму на деньги своего любовника Рогова. Такой ненасыпан жеребец в моей жизни только один раз и был. Аж тридцать лет назад. И почему же вы расстались? А, там трагическая история. Рогов. Ну, этот мой кавалер. Он любил, что вы по фамилии называли. Крутился в криминале и дал мне деньги на раскрытку. И в чем трагедия? Неожиданно бизнес реально пошел. Рогов в общем дал заднюю. Решил переоформить все на себе. Я уж не знаю для каких своих делишек. Я думала на фирме придется крест ставить. И как все разрулилось? Рогов скоропостижно скончался. После похода на охоту я по грибам. Грибы я не ем. Ты знаешь, у меня аллергия. Ну, почему бы не пособирать? Ну, что мы все грустном. Я не потому вспомнила. В этом походе он как только ко мне не лез. И в палатке. И в спальном мешке. Кошмар! Вот я и подумал. Уж больно это похожая история. Если этот бандит Рогов отравлен тем же ядом, это же снимают с меня все подозрения. Проверьте. Я вас умоляю. 30 лет назад я еще и родился. В общем, смерть Рогова сочли несчастным случаем. Дело не возбуждали. Симптомы соответствовали отравлению бледной поганты. Ну, они очень похожи на действия нашего яда. А так как у Адамовой аллергия на грибы никого не удивило, что она не пострадала. Но благодаря случившемуся фирма осталась у нее. Наследников у Рогова не было. Я изучила историю болезни Рогова и материалы по делу. Судмедэксперт счел, что бледная поганка могла попасть в собранные грибы, например, переносом с ножа. Насколько быстро развелось отравление? Стремительно. Адамова даже не смогла довести Рогова до больницы живым. Но бледная поганка настолько быстро не действует. Очень мило. Я почти уверена, что 30 лет назад Рогова отравили очень похожим ядом. Следствие в то время просто не смогло это выявить и думаю, что они даже не стали копать в эту сторону. Скорее всего, Адамова тогда тоже получила антидот перед походом по грибы. Убийца был где-то рядом все эти годы. Как ты понимаешь, это сильно сужает поиски? Я проверил всех, кто был 30 лет назад вхож в ближний круг Адамовой, кто сейчас не имеет хоть какое-то отношение к ее компании и к фигурантам расследования. Ну и? Отец ее мужа Аркадия Гомарцева. Федор Васильевич Гомарцев. Он учился вместе с Адамовой в химко-технологическом. Формула именно его помады стала хитом и сделала Адамов миллионершей. Основную прибыль 30 лет назад в фирме Адамов Фэктори принесла формула помады, изобретенная именно вами. Да, я ведущий химик компании, да. В свое время моя помада стала хитом. Вот именно в свое время. Недавно вас подвинули с топовых позиций после прихода Несина. В последнее время вы не изобрели ничего нового и восходящая звезда Несин мгновенно вас затмил. Да на что он способен? Выскочка приспособленец. К тому же этот Выскочка влюбил в себя Адамову. Вы узнали о том, что она собирается развестись с вашим сыном Аркадием. Да какой развод? Очередной романчик. Сколько их было? В этот раз вы испугались, что это серьезно. Раз уж Адамова купила Несину квартиру. И вы решили подставить Несина, а заодно избавиться и от Адамовой. Что за чушь? После смерти Адамовой ваш сын Аркадий получил бы контроль над фирмой и вернул бы вас к управлению. Это все ваши фантазии? В вашей домашней лаборатории мы нашли следы изготовления яда и антидота к нему. А также мы нашли вас на записи камеры у дома Дианы Хлебниковой, которая явно вызвала вас на разговор, верно? Она не знала, что обрекла себя на смерть. Раздевайся и лезь в ванну. Тогда будешь жить. Не убивайте меня. Пожалуйста. Лезь! Губы покрась поярче. Лезь! Лезь! Именно вы посоветовали Хлебникову поцеловать Несина и дали ей антидот от яда. Будь смелее. Вот. Выпей. до храбрости и губы подкрась. Несин не устоит. Это я обеспечил успех Адама в Фекторе. Я не мог позволить рухнуть телу всей своей жизни. Но именно это у вас и получилось. Именно из-за вас Адама в Фекторе не оправится долгие годы. если вообще выживет. Адама 5-й канал представляет Адама Адама КОНЕЦ КОНЕЦ А какая? Пойдем прогуляемся? С тобой, что ли? Ну, а с кем еще? Правда, переобуться нужно. Хотя, знаешь, Катерина, тебя я готов и на руках носить. Ты просто попроси. Далеко унесешь. Ты ж дрыщ. Да еще и картавый. Теперь тебя так и будем называть дрыщ-картавый. КОНЕЦ Тихо, тихо, Анатолич, тихо. Не марай руки. Никуда эта козлина не денется теперь. По полной ответит за Катюху твою. Да мужики не убивал я. Я вообще всю ночь дома спал. А откуда кровь на лопате твоей? Я не помню. Ну, то есть, не знаю. Ничего, вспомнишь. Там тебе быстро пометят свежатка. КОНЕЦ 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 ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Эй! Кто там, слышишь? В обер-часть отведи меня! Мне надо, я вспомнил! Эй! Летом 21-го я познакомился с Катей. Хотел с ней замутить. Она назвала меня коротавым трещом. Дальше как в тумане. Помню, что за ней пошел, в лес затащил, наносил побои, вступил в половую связь. Потом она перестала дышать. Я ее закопал и сплясал на ее могиле. Здесь, что ли? Двадцатого осенью я познакомился с Ниной. Предложил ей близость, а она назвала меня коротавым трещом. Здесь познакомился, что ли? Я плохо помню. Как в тумане. Не здесь. Там. Сюда привел, бил, вступал в половую связь. Она умерла потом, я ее вот тут, вот тут закопал. И станцевал на ее могиле. Станцевал? Да. У меня танец смерти есть специальный. Я же не в себе был. Я сейчас покажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я познакомился с Ольгой. Под Пасху дело было. Предложил вступить в связь. Она назвала меня картавым трещом. Дальше как в тумане. Пошел за ней, в лес затащил. Наносил побои, вступил в половую связь. Потом она перестала дышать. Я ее тут закопал и сплясал на ее могиле. Зимой 16-го я познакомился с Любой под самый Новый год. Предложил вступить в связь. Она назвала меня картавым трещом. Дальше как в тумане. Пошел за ней, затащил в лес. Бил ее, вступал в половую связь. Опять бил. Потом она перестала дышать. Я ее закопал и сплясал на ее могиле. Спартак Гандебин получил пожизненное за стоп жестокое убийство. Соседскую девушку Екатерину Розальскую бил, насиловал, пока не умерла. Вину не признал и не раскаялся. Хотя там и так доказательной базы было достаточно. Уехал, как полагается, в Черные холмы. А вот через полгода вспомнил про убийство Розальской. Так он амнезию изображал? Да черт его знает. Может и правда говорит. Только Павень к нему стала периодически возвращаться. Вспомнил, что убил какую-то женщину под Готымском. Место показал. Так он с деталями вспомнил? Да. Говорит, звали ее Нина. Действительно нашли останки. Время смерти совпадает два года назад. Потом вспомнил про Ольгу. И тоже все подтвердилось? Да. Нашли ее на Кощеве у Пустоши. Время тоже совпадает. Потом вспомнил Любу, которую убил на берегу Гюрзы. Девчонка совсем. А личности жертвы установили? К сожалению, нет. Гандемик говорил, что фамилии не спрашивал. Документы уничтожал, не глядя. Я думаю, что с установлением личности мы в силах помочь. Спасибо, конечно. Но я к вам не по этому вопросу. Вот, пожалуйста, ознакомьтесь с заключением судмеда по последнему найденному трупу. Спартак Гандыбин осужден на пожизненное за убийство Екатерины Розальской. Несмотря на улики, Гандыбин вину не признает. Через полгода заключения он сообщает, что вспомнил, как убил Розальскую. Кроме того, Гандыбин вспомнил и о других жертвах. Он сообщает имена, примерные даты убийств и показывает места захоронений. Однако у следствия возникают вопросы. К делу привлекают ФЭС. Почти готово. Вот. Лучше вам нигде не реконструировать, я гарантирую. Нормально. Гандыбин приблизительно так их и описывал. О, Валя, ну что, какие новости? Странные. Время смерти – да. Все показания Гандыбина подтверждаются. А насчет? Вы были правы. Что-то тут не так. На черепе последней жертвы… Это Люба, которая? Да, именно. На черепе явные следы трепанации. А на ребрах слева рассечение. Невооруженным взглядом незаметно, но это факт. Черт, а! Вот именно это меня и насторожило. Ничего этот подонок по поводу вскрытия черепа и грудной клетки не говорил. Я познакомился с Любой под Новый год в шестнадцатом. Предложил вступить в близость. Она назвала меня коротавым дрыщом. Достаточно, мы это уже слышали. Вы точно никаких других деталей по убийству не помните? Например, способ убийства. Наносил побои, вступал в половую связь. Понятно. Но здесь есть кое-какие нестыковки. Ознакомьтесь, пожалуйста, с результатом исследования тела. Да, видимо, что-то забыл. Все, вспомнил. Действительно, я Любу с затеями убивал. Сердце доставал, мозг. С какой целью? Хотел на вкус попробовать. Честно говоря, сомнительное удовольствие. По крайней мере, в сыром виде. Череп чем скрывали? Вспомнил. В сентябре 14-го я познакомился с Эллой. Предложил ей близость. Она назвала меня коротавым дрыщом. Пошел за ней, затащил в лес. Наносил. Погодите. Вы сказали с Эллой. Закопал ее тут. И станцевал на могиле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не сходится по составу почвы. Почвы должны быть продукты разложения, а их нет. Ну, так сколько лет прошло? Даже с учетом этого. Может, Гандыбин дожидался скелетирования, а уже потом трупы захоранивал. Да может, и такое вспомнит. Устроил тут ромашку. Надо по остальным эпизодам все перепроверить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сам видишь. Получается, все жертвы Гандыбина, кроме Розальской, разлагались в гробу. Или в похожих условиях. Но точно не в почве. А еще анализ остатков поверхностной растительности в ямах. Погоди. Погоди, погоди. Я правильно понимаю? Все скелеты закопаны в местах, которые указал Гандыбин меньше года назад, примерно в один период. Так Гандыбин уже тогда в Черных холмах был. Надо еще раз все перепроверить. Каким-то другим способом. На себе разве что. Слушай, давай мы тебя закопаем. Закопаем и веди наблюдение. Хотя нет, скелетирование – это долгий процесс. Галина Николаевна не разрешит так долго от работы отлынивать. А зря. Я б тебя прикопал. Сколько обычно времени проходило между убийствами и захоронениями жертв? А что? Ну, так. Не очень долго. Постарайся все-таки точно вспомнить. Вспомнил. В августе тринадцатого года. Стоп. Если вы новую жертву вспомнили, то отложим это на утро. Спешить нам некуда. В камеру. Я не верю, что Гандыбин все частями вспоминает. Наверняка он держит это все в голове. Имена, время, места захоронений. Ну, по крайней мере, записи у него нет. Мы же его наизнанку выворачивали. Может, конечно, он безумный гений суперпамятий. Суперпамять здесь не нужна. Не тот объем. Какие, вы знаете, основные методы запоминания? Повторение. Порка ремнем. Лишение интернета. Давайте включим на максимум прослушку камеры. Все работает? Конечно. Каждую нервную воздыхание можем записать. Ульяна, август тринадцатого. Худая, рыжая, выпрят челюсть пятый вес. На пятом километре Добинского шоссе. Тамара, апрель двенадцатого. Бухлая, хрустая, с короткой стрижкой. Сторонный нос. Сотовая подстанция возле Паврацу на поселок Туплики. Туплики. Высаживайтесь. Свободен. Вы вчера хотели сообщить что-то новое? Да, я вспомнил еще одну жертву. Готов дать показания. Вы вспомнили Ульяну или Тамару? Я... А вы откуда знаете? Кроме этих двух эпизодов, вы ничего нового больше не можете сообщить. Мы уже изучили захоронения и останки. По времени захоронения результаты те же, что и у ваших предыдущих воспоминаний. Все тела были перезахоронены, когда вы уже находились в исправительной колонии. Что происходит? У вас есть сообщник? Я не знаю, как это прокомментировать. Наверное, какая-то ошибка. Жаль, что вы отпираетесь. Судя по нестыковкам, убили этих женщин не вы. Спартак Сергеевич, скажите, зачем вы берете на себя чужую вину? Не проходит по базам ДНК жертвы, все. Ты так говоришь, как будто только что об этом узнал. Было бы странно, если бы на пятый раз вдруг новый результат появился бы. Ладно. Может, у тебя есть какие-то идеи, как установить личности погибших? Одна есть. Смотри, в костях мины повышенное содержание соединения урана. И такая же картина в остатках почвы из ее первоначального захоронения. Может, она на ядерном объекте работала? Или была ликвидатором на ЧАЭС? Не думаю. Соединение больше к урановой руде подходит. А урановая руда в этом районе только в одном месте встречается. Резниковская урановая шахта. Так ее же закрыли. Там что, какие-то утечки? Это же ненормально, что у людей в костях уран откладывается. Может, шахту неправильно законсервировали? Все там нормально законсервировали. Да, в селе Резники у жителей повышенный уран, но в рамках безопасных величин никаких патологий не вызывает. Изучали уже, проверяли и перепроверяли. Слушай, а ведь эту Нину недалеко от Резников нашли. Может, она местная? Спасибо. Костя. Костя. Душистый какой. Любишь козье молоко? Такого в Москве не купишь. Да не, обошаю. Знаешь, туда еще уранчик добавить, и будет кожа светиться так красиво. Хотите. Слушай, а что сам думаешь, не врет Гандыбин насчет времени смерти жертвы или как? Да не знаю я. Общая картина-то его подтверждена экспертами. Так что будем ориентироваться на его показания. О, Валерич, ну что, с уловом? Не, все перелопатили с участковым. Никто не пропадал с женщин в двадцатом году. Вообще никого не было. Спасибо вам огромное, девушка. Вы даже не представляете, как вы нам помогли. Короче, в ЗАГСе говорят, что в двадцатом году в Резниках умерло только два человека. Одна из них женщина, Нина Фалеева. Так у нас же жертва. Суранова есть Нина, если Гандыбин правду говорит. Валерич, у себя, о, у себя. Пойдешь с нами к кладбищу? А зачем? Ну как зачем? Самое время. Ну и Фалееву заодно проведаем. У себя, Лена, нет. Может, утром давайте, а? Ну нет, что-то еще закончить надо. Шеф звонит, нервничает. Ну, в общем, мы все равно зайдем. Пойдем. А ты к утру подходи. Слушай, нахуй. Вообще странно, у меня здесь как-то все размечено. Вот как мы с тобой можем найти нижнюю часть кладбища, если у них все кладбище плоское, как стол, а? Да ладно, Серега, реально был без зубов-то прав. По светлу стоило идти. Ты не боишься, ты что? Мертвецов пугаешься, что ли? Нет. И останут мертвые и будут ходить среди живых и вкушать их плоть. Вы у меня соли в задницу сейчас вкусите ироды. А ну, не двигаться! Руки вверх! Мне кажется, вот вы сейчас большую ошибку совершаете. Ты поговори мне. Это вы ошибку совершили, когда сюда приперлись. Что же мне с вами делать теперь? Ну, а можно вот так, чтобы ничего с нами не делать, а? Нет уж! Отвечать придется! Готовы? Раз! Два! Сейчас я вас прямо тут и закопаю. Спартак Гандыбин осужден на пожизненное за убийство Екатерины Розальской. Через полгода заключения он начинает вспоминать о других жертвах. В указанных Гандыбином местах действительно находят женские скелеты. Но выясняется, что все старые жертвы были перезахоронены уже после его посадки. Попытки установить личности найденных трупов приводят в ФЭС на Резниковское сельское кладбище. Раз! Два! Сейчас я вас прямо тут и закопаю! Что? Страшно, да? Такую нечисть сатанинскую за забором хоронят! Они с порядочными людьми! А можно без похорон? Ты пошути мне еще! Сейчас к мамкам прям так конвоирую, чтобы они вас высекли как следует! Чтобы запомнили, как чужие могилы разорять! Мадам, успокойтесь! Вы нас не до тех приняли! Вы на самом деле из Москвы, из федеральной экспертной службы! Приехали к вам разобраться с тем, кто грабит и разоряет могилы! А я и думаю, голос взрослый! Ой, не серчайте, ребятки! Темно, да и глаза уж не те! И волосы у тебя, сынок, длинные! И серьговухие! Как у этих! Как говорить, глаза не те! Все замечаете! Ладно, давайте знакомиться! Я майор Майский, федеральная экспертная служба, а это мой компаньон и коллега майор Лисицын! Алифтина я! А по отчеству? Хоть и без отчества длинно! Так что? Выходит, вас на усиление мне прислали! Втроем мы их мигом прищучим! Непременно-непременно! Расскажите-ка, что у вас тут? Какие-то нехорошие люди по кладбищу гуляют? Раз вы с ружьишком! Да шпана какая-то местная! То на могилке костер распалят, то чертей понамалюют! И слов нерусских! Участковому хоть бы хны! А у меня тут семья вся лежит! Да, форменное безобразие! Вы не подскажете, где здесь захоронена Нина Егоровна Фалеева? Подскажу! Вон там! Вы можете нас проводить? Ну да! Нинка бедная одна померла! Никого не осталось! Могилка уже просела! Не дай бог! Ухаживать-то некому! Вы знаете, вам, мне кажется, тяжело! Давайте я ружье понесу! Нет уж, милок, спасибо! Да-то еще как-нибудь! Ну как же я без ружья сатанистов-то шугану! Да-да-да, пойдемте, пойдемте! Вот и пришли! Здесь побудете? Афнатолий сатанисты! Ну что, берем? Не-не-не, надо подождать! Выждать время! Подождать надо! Посмотреть, понаблюдать! Ах ты, лежать нечисть сатанинская! Оружие на землю! Быстро! Тихо, тихо! Тихо, тихо! Тихо, тихо, все, спасибо! Дальше мы сами! Дальше мы сами! Тихо, 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 тихо! Лежать, я сказал! Скажите, Василий Иванович... Сейчас я не Василий, сейчас я Инфернел Флэшер. Сейчас вы подозреваемый в организации актов злостного хулиганства и надругательства над захоронениями. Вот только не надо. У нас свобода творческого самовыражения. То есть это у вас творческий перформанс на кладбище был? Да клип мы снимали. Группа Некро Дэд Киллер. Новый трек. Мертвое наследие. Интересно. Надо будет старые клипы посмотреть. Нет еще старых. Наш первый должен был быть. Ну а почему на кладбище? А где еще? Наше творчество пропагандирует идеологию тотального геноцида. Серьезно? Тотальный геноцид? Вы что, действительно к чему-то такому стремитесь? Таков путь. Ну, у вас же есть родители, сестра младшая. Вы что, хотите, чтобы они все умерли? Да и вы сами. Тотальный же геноцид. Ну, сравнили. То творчество, а то жизнь. Ну хорошо, а почему вы выбрали именно могилу Фалеевой? Это проклятое место. Туда еще знахрик ходит. Слыхали? Некромант местный. Все знают. Мне еще прадедушка про него рассказывал. Вы что, действительно верите в существование мифологического некроманта по сказкам своего прадедушки? Я сам его видел осенью. Некромантов нам только не хватало. Сейчас еще выяснится, что труп ожили, сами себя перекопали. Не выяснится. Сказки все это. Легенда появилась еще в годы Крымской войны. У Глеба читал, знаешь, журналист такой в девятнадцатом веке был. Что тут у Глеба пишет? Что знахарь это Аполлон Иудин, хирург, известный ученик и соратник Дорогова. Он реально в резниках практику начинал. Нормальный врач же был, причем тут знахарь. Народ-то темный был. Для них нормальный врач тогда это кто? Фитотерапевт какой-нибудь. А Иудин порошки всякие смешивал, трупы копал и резал. Ну да, наверное, и шприцы им не нравились. Мне и сейчас не нравится. Ну так вот, никакой это не знахарь был. Парень явно видел человека, который делал для Гандыбина трупные закладки. Ну что-то? Да пусто. Гроб сломан. Ожидаемо. Поэтому земля и просела. Да. А я вот волосок нашел. Ты что думаешь, он там висел, нас полгода ждал? Здесь кладбище оживленное. Наверняка кто-то по кустам шарился. Оживленное кладбище. Ну что его теперь выбрасывать что ли? Это точно. Что имеем, то имеем. Волос пока мимо. Тут в земле из могил есть остаточная ДНК. Прогони, пожалуйста. Нина, это Фалеева? Странно получается. Гандыбин Фалееву не убивал, это точно. Она же вообще от инсульта умерла. А еще тот скелет со следами вскрытия. Я теперь и по остальным не уверен. Слушай, Вань, ну вот скажи мне, на кой нам черт эта экскурсия обзорная? По всем кладбищам Гатымского района, а? Ну вы же личность Фалеевой установили. Похоже, гробокопатель этот тела далеко не увозил. Где выкапывал, там и прятал. Надо и остальных попробовать идентифицировать. Время смерти мы примерно знаем. Список имен я вам кинул. Задача ясна? Нина Фалеева, пенсионерка, умерла от инсульта. Ольга Озерова, секретарь, отравилась угарным газом. Любовь Харитонова, студентка, самоубийство, наглоталась таблеток и перерезала вены. Единственная из погибших, которую до похорон вскрывали. Элла Юдина, домохозяйка, лейкемия. Ульяна Щепкина, тоже студентка, ключевой энцефалит. Тамара Чеботарева, медсестра цероспечени. Получается, все погибли более-менее естественной смертью. Точно не насильственной, по крайней мере. А кто-то их трупы перепрятал и Гандыбину передал места, имена, внешность и так далее. С момента заключения под стражу Гандыбина посещали три человека. Два адвоката и брат. Петр Гандыбин, единственный живой родственник. Мы посмотрели их соцсети и мессенджеры. Братья были довольно близки. Вот как только его причастность доказать? Волос в кладбище не принадлежит родственнику Гандыбина? Мы тоже так подумали, но Андрей нашел одну фотографию. Роднее, чем родные. Ни на какие мысли не наводит? Наводит. Вот я же тебе говорю, что это точно брательник. Этому Гандыбину помогал. Он работает торговым представителем на кондитерской фабрике. Там цукровка, цукровка, как-то так называется. И что? Что-что? Торговым представителем. На кондитерской фабрике он сладости по всему району развозит. На микроавтобусе. Слушай, а это интересно. На микроавтобусе трупы развозить. Так всю цукровку больше не берю. В том числе. Из-за того, что ваш отец усыновил Спартака сразу после его рождения, мы считали вас кровными братьями. Ну, официально мы братья и есть. Иначе вам могли длительное свидание с братом и не разрешить. Вы поэтому меня задержали? Потому что мы не родные братья? Не только. Как всякий торговый представитель, вы сдаёте на работе чеки с автозаправок. Ну, да. Все так делают. Судя по этим чекам, вы за два месяца до свидания с вашим братом побывали в окрестностях каждого из обнаруженных впоследствии захоронений. Ну, я много езжу. У меня работа такая. В этом есть состав преступления. Ваш волос обнаружен рядом со сквернённой могилой Нины Фалеевой в селе Резники. Ну, допустим, я испытываю эстетический интерес к захоронениям. Тафофилия, слышали? Ну, за это тоже статьи нет. Я просто гулял. В вашей машине обнаружены микроследы перевозки выкопанных вами на кладбищах тел. Теперь в некрофилии признаетесь? Вы поймите, Спартак не виноват. Я понимаю ваши чувства. Близким преступников трудно принять реальность. Пусть так. Я отказываюсь принимать эту реальность. Я все деньги спустил на адвоката, а Спартаку пожизненно дали. Другого нанял. С апелляцией не срослось. Я все кодексы вызубрил. С ума сходил от бессилия. Я всё представлял, как он там за полярным кругом в бетонном каземате один. И тут я наткнулся на закон, по которому следствие обязано проверять новые показания осуждённых. Ну, я и нарыл ему этих могил. Ну, я и нарыл ему этих могил. Чтоб на природе погулял, свежим воздухом подышал. Подвигался. Ульяна, август тринадцатого. Худая, рыжая. Челюсть упирает. Старый вязь на пятом километре Добинского шоссе. Слушай, я устал. Давай пожрем чуть-чуть. Я устал. Потом поешь. Учи давай. Тамара, апрель двенадцатого. Пухлая, русая, с короткой стрижкой. Я сам деревенский. Мы когда отца хоронили, выяснилось, что деревенские родственники покойников почти всегда отказ от вскрытия пишут. Ну, дорого тело в город возить и обратно. В ваши расчёты вкралась ошибка. Я понял уже. Жаль, так бы в Спартак и гулял, а я бы потом ему новую партию припрятал. Эй, кто там, слышишь? На допрос отведи меня, мне надо. Эй, кто там, слышишь? Галина Николаевна, Спартак Сергеевич там буянит, дверь ломается. На допрос просится. Галина Николаевна, вы только Петьку не наказывайте. Он же не со зла. Я на себя возьму и подстрекательство, и организацию. Ладно. Боюсь, что у нас такие номера не срабатывают. У меня к вам другой вопрос. Расскажите ещё раз про убийство Розальской. Ну, не знаю, пока всё подтверждается. Вот, например, Гандыбин утверждал, что они с Розальской тайно встречались. По анонимным телефонам общались. Вот где эти телефоны? Такая девчонка была. Реально королева. Любой нормальный мужик бы на ней просто женился бы сразу. А за ней этот полупокер начал городской ухляствовать. Гандыбин? Ага, гнида. Катька ему объяснила, кто он есть по жизни. Вот он и сорвался с Игоря Шизойной. Запросили мы логи Пагановской соты. Сделали рекурсивную выборку. В общем, телефоны действительно были. Судя по переписке, у Розальской и Гандыбина были отношения. Примерно три месяца. Причём отношения были довольно-таки близкие. Они такие откровенные фоточки друг другу присылали. А ещё помните ту сцену ссоры при свидетелях? Конечно. Так вот, всё было заранее спланировано, инсценировка. Теперь тебя так и будем называть Дрыщ-Картавой. Ясно. Мотив Гандыбина разваливается. Но где тогда эти телефоны? Скорее всего, телефон уничтожил тот, кто подставил Гандыбина. Настоящий убийца. Был исходящий звонок с тайного телефона Розальской на тайный телефон Гандыбина. Когда Гандыбина уже задержали. Это убийца второй телефон искал. А есть конкретные подозреваемые? Ну, мы с потожаровыми чуть поколдовали. В общем, вот. Только улики все косвенные. Если пойдёт в отказ, даже не знаю, что будем делать. Ничего-ничего, мужики. Завтра придёт постановление на обыск Гандыбинской хаты. А дальше уже дело техники. Посекундно все эпизоды и детали установим. Всё правду узнаем. Предсолить не забудь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Валбес ты, Макар Анатольевич. Валбес. Ну, как ребенок прям. У нас постановление на обыск сутками в фест не лежит. Уже все давно обыскано. В доме много ваших следов. А вы ведь даже не выходили в состав следственной группы. Значит, рылись в вещах Гандыбина. Искали его второй телефон. Эти фотографии могли попасть к вам только с уничтоженных телефонов Розальской и Гандыбина. Да, это я Катюху убил. Убил, потому что любил. Любил страстно. Лет в четырнадцати, может быть, раньше. Катюха замуж собиралась за Эдика, сына головы нашего. А потом я случайно увидел, что она куда-то ходит по ночам. Оказалось, к этому. Ну, привет. Привет. Чего хотел? Жениться на тебя хочу. Раз ты за Эдика передумала, так что свободно. Ну, так что пошли. Иди проспись, жених. Чушь несешь какую-то? Ты чего, шмара? Вот и сорвался. Выпустил зверя. Посмотри, она не живая. Не дышит. А что мне надо было делать? Идти к вам сдаваться? Взял у этого лопату и закопал ее прямо у него под забором. Ну, что? Суд снял с вашего брата обвинение в убийстве. Отбытый им срок зачли как наказание за введение следствия в заблуждение. Господи, какая радость. А я, наверное, меня теперь посадят за осквернение могил. Не могу ничего обещать, но предполагаю, что, учитывая мотив, у вас есть шанс получить условно. Не стоит. Субтитры создавал DimaTorzok